В Самарской области создано Министерство туризма. Его руководителем стал Артур Абдрашитов. Ранее он возглавлял департамент туризма, входивший в структуру Министерства культуры. Основными задачами нового ведомства станут реализация государственной политики в туристической сфере, разработка стратегии развития отрасли, работа по созданию туристической инфраструктуры и популяризации внутреннего туризма. Это одно из перспективных и недооцененных направлений развития региона, отметил губернатор Дмитрий Азаров. «Мы заинтересованы в том, чтобы люди приезжали в наш регион и увозили отсюда впечатление и память о нашей прекрасной земле, о доброжелательных людях, которые здесь живут. Мы создали Министерство туризма, понимая, что эта отрасль имеет нераскрытый потенциал на территории нашего региона, региона, который всегда считался индустриальным, промышленным. Помимо того, что это возможность придать новый импульс развития нашим знаковым местам и достопримечательностям, мы видим сегодня, что это и колоссальный сектор экономики, который будет увеличивать свой вклад в опережающее развитие региона». Сегодня Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. В 2019 году в Самарской области побывали 1,243,000 туристов, в 2021 году – 1,710,000. Только в первом квартале этого года на территории региона отдохнули уже 529,000 туристов, что на 91% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом география туристического потока с каждым годом расширяется. Полюбоваться красотами Самарского края приезжают гости со всей России и из других стран. Растет не только число туристов, увеличивается их вклад в региональную экономику. Но, по мнению экспертов в сфере туризма, Самарской области не хватает развитой инфраструктуры. Этим шагом мы показываем, что да, это для нас приоритетное направление. Туризм приносит большую прибыль для региона, для города, в любой стране, в любой точке мира. Поэтому этому уделяется особое внимание. Насчет развития. У нас много объектов в Самарской области и культурных, и природных. На мой взгляд, не хватает инфраструктуры развитой. Люди хотят отдыхать просто в качественной инфраструктуре. Поэтому, когда они делают санузел, качественное размещение по проживанию с ночевкой, то, в принципе, этого уже достаточно, чтобы люди платили по 5-6 тысяч за ночь. И им нравилось туда ездить. И там стоит очередь, чтобы записаться, например, в Смолькино. Это по Цизрине врачей с Камбару. Это нужно за полгода к ним записываться. Вот он какой спрос. А получается у нас дефицит мест размещения, которые имеют достойные условия. Не все готовы с палатками отдыхать. Тем не менее, в прошлом году в Самарской области реализовали 13 проектов, которые стали победителями конкурса грантовой поддержки на развитие внутреннего и въездного туризма. Среди них проекты по строительству новых и оснащению существующих кемпингов и глэмпингов, развитие веломаршрутов и маршрутов катания на собачьих упряжках в экопарках, а также создание новых сервисов для туристов. Самара – очень насыщенный регион по объектам, географически очень удачно расположен. Большое количество регионов и людей проживает в соседних регионах, поэтому добраться сюда удобно. Самара и города, там Тольятти, Сызринь, да, это экскурсии по городу. Ну, если брать крупных туроператоров местного туризма, то у них до 35 программ экскурсионных только по Самаре. Ширяево, безусловно, объект очень такой российского уровня. Наши Жигулевские горы, Волга, это сплавы, это отдых на воде. Миллионный город, который сохранил вот эту тишину старого города, где можно почувствовать себя в некоторых местах, как будто ты сто лет назад, как бы перенесся во времени. Это уникальное, по сути, явление. А если взять близость природного заповедника, достаточно переправиться через Волгу, это семь минут на скоростном катере, и вы оказываетесь в нетронутой природе, с дикими животными, с огромным количеством проток, то это тоже, по сути, уникально. Это и велосипедные туры, и пешие маршруты, и байдарки. Привлекают туристов не только природные красоты, но и яркие культурные события, которые проводятся на территории Самарской области. Этим летом Самарская область стала местом притяжения гостей самых разных уголков России. С размахом прошла 30-я юбилейная студенческая весна. Состоялся первый фестиваль авторской музыки «Самфест», который стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив и собрал более 50 тысяч зрителей офлайн. После двухлетнего перерыва прошел в очном формате знаменитый Грушинский фестиваль, объединивший 50 тысяч любителей бардовской песни и ставший настоящей визитной карточкой Самарской области. Впереди не менее насыщенная культурная повестка. Традиционно на Мострюковских озерах пройдет 10-й юбилейный молодежный форум «Иволга» – фестиваль набережных «Волга-фест». Осенью в Самаре и Тольятти состоится второй международный фестиваль искусств «Шостакович XX век» и много других знаковых событий. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.